Мы едем в Мердокьян, искать крепости там. Да, это у нас уже вторая часть сегодняшнего дня. Дима с нами. Но состояние Мердокьянской крепости квадратной, она более лучше, чем вот в Романах. Вот, и так же посмотрим, что нам день грядущий готовит. Мы наконец-то доехали до второй крепости для сегодняшний день. Вот она за нами, и она находится, как мы говорили, в поселке Мердокьян. Сейчас мы ждем смотрящего. Он сейчас придет и откроет дверцу крепости. Итак, мы уже на территории крепости, и мы сразу видим различия между крепостью в Мердокьянах и в Романах. А чем они отличаются, Дима расскажет. В первую очередь, в глаза бросаются такие дыры в земле, в ямы. Судя по всему, это были погребы. А почему погребов здесь есть, а в Романах нету? Скорее всего, в Романах нефтяная зона, и стоило людям начать что-то пробуривать, как моментально нефть хлынуло им в лицо. А я решил спуститься в то самое хранилище. Ну, тут, в принципе, нормально, тут еще не высоко, но глубоко. Какое ощущение, ты почувствовал себя древним? Я... это не войдет в наш выпуск, это я отправлю головаусу. Сзади... древние пыли. Здесь какие-то лежат плиты, на которых что-то изображено. На этой плите, самой первой попавшейся, арабские надписи, судя по всему, и узоры. Так, вторая плита у нас. А на второй есть еврейский знак, звезда Давиды. И плюс еще какие-то кувшины. А на третьей, получается, какие-то узоры, да? Это что-то вроде как купола, что ли? Натыкаемся на плиту, на которой изображен крест, судя по всему, со времен албанской культуры. При этом в совмещении с 8 конечными звездами, символами Азербайджана. Получается, это дает нам возможность сделать виду, что здесь жили разные народы с разными культурами. И реви... да, реви... да, реви... с поведаниями. Еще встречаем круги. А, это на это похоже. Судя по всему, ими что-то перетирали. Да, перетирали. И зерна делали муку. Я даже... как тебе это называется? Да, да, да. Ну, по истории проходили. Были картинки в истории. Это, судя по всему, были тарелки. Или ступицы. Если вы здесь могли, например, что-то там... А может, сюда отливали металл? Может быть. Мы же собираемся заходить в башню. И тут у нас, так скажем, маленький магазинчик сувениров. Сувениры всей ручной работы. Тут у нас представлены девичья башня. Та самая крепость, в которую сейчас зайдем. Музыкальные инструменты. Танцоры. Национальных одежд. А также еще и есть та круглая крепость, в которую мы поедем после этой крепости. Из магазина мы плавно переходим в саму крепость. Итак, мы на первом этаже крепости. И в углу у нас колодец. Но это не колодец. Это туннель для перехода в другую крепость. Если, например, войско какое-то вражеское окружала крепость, всех этих женщин, стариков и детей с помощью демировок спускали вниз. И они под землей переходили к следующей крепости. Ну, если честно, я могу под сомнение это предположение поставить. Например, возьмем нашу современную технологию. Метро строится очень долго. А расстояние между Руманами и Мордокянами больше, чем расстояние от Дернагюля до Азиасланова, самой большой длинной ветки. Ну, может быть, просто в нашем веке нет рабов. Ах, жалко, у нас нету лампочки на самой камере. Я бы понижил фонарик. В принципе, добавить свой. Может быть, если два фонарика одновременно будет, это еще плюс. Давай. Ну, нас все равно, по-моему, не видно. Ладно, пойдем. Наши фонари не справились. Современная лестница, которая ведет нас на вершину крепости. Чего-то нам так не хватало в крепости в Романах. Да, лестницы очень крутые. В отличие от Романинской крепости, здесь мы можем подняться, спокойно ходить по второму ярусу. И, наверное, следующий ярус тоже, потому что некоторые доски, так сказать, прогнили. Но тут, по крайней мере, вроде пол камня. Романах этот тоже второй этаж был в каменном поле. Уже не такой балкон, как в Романах. Где же нам лежали? Ну, лежали и с ружьем, скорее, с огнестрельным оружием. В принципе, стрелами тоже отсюда можно. Я знаю, но просто я сейчас могу продемонстрировать. Не зря я серый отдел не жалко будет. Вот, например, он так лежит, стрелочный. Да. Это довольно удобно. То есть, мало шансов попадания сюда, но много шансов выстрела отсюда по всем направлениям. И так, и так. В общем, радиус есть. Думаю, я достаточно объясню. Мы поднялись на третий ярус. Пол в ужасном положении. Очень много дыр, прогнивших частей. Давайте проверим. Да, трясется незапасно. Есть вероятность, что я немножко его еще больше расшатал. И следующий ступивший. Вот, видать, Демиалем обрадуется, когда это на ютубе увидит. Вот мы поднялись на очередной этаж, уже на четвертый этаж. С каждым этажом все хуже и хуже. И что удивительно, как в игре бывает, чем дальше прохожешь, тем уровень сложения здесь тоже. С каждым разом все меньше досок. Сейчас туда придем, там вообще одна дощечка. А вот этот этаж прям видно, что проваливается. Это крыша. На крыше не танцуете. По центру не будем ходить. Это предпоследие этаж перед крышей. В романах нам не удалось подняться на крышу. А здесь нам это удалось. Пошли. Мы видим свет. Здесь не просто свет, а солнечный свет. И мы на крыше. Вот она. Вершина крепости. Ой. Голуби, голуби. Да, здесь даже голуби вот. Голуби. Да, это голубятник. Они что здесь живут, интересно, или их здесь держат? Живут. Ты думаешь, их насильно здесь держат? Дима, как ты объяснишь, для чего эти дыры вообще удивительные? Что они вот здесь какие-то дыра, потом эта дыра. И это не развалилось, это, по-моему, так было. Это для того, чтобы вода сливалась, по-моему. Что скажет Дима? Да, скорее всего, да. Видно, что она отреставрирована, эта крепость. Вот следы реставрации видны, потому что различия камня, различия цвета, они были отреставрированы по старым рисункам. Ибо в 50-е годы произошла мощная реставрация всех памятников в Советском Союзе. Интересно изучать судьбы людей надписями на крепость. Вот, например, Иса признается в любви Севде. Но еще более интересно, конечно же, это вид с крепости. Вот открывается какой вид на поселок Мордокяны. Ну, тут и Мордокяны, тут и Бельяш, Веляны, Бузовны. И, в общем, все поселки, которые расположены на северо-восточном побережье Абширанского полуострова и отличаются курортными местами. Отсутствием нефти, и поэтому здесь пляжи самые чистые. Вот даже видно отсюда, какое море голубое. Да-да, вот это море, на которое мы сейчас поедем. Более того, здесь мы видим крепость круглую. Вон она. Впереди, которую мы сейчас тоже посетим. Мне нравится, что все-таки в этих поселках много зелени. Вот видны скверики, лесопарки. Это тоже украшает вид. Красные дома с красными крышами на фоне деревьев. И издалека море плавно сливается с небом. Пока мы видим поселок Мордокяны с высоты птичьего полета, расскажу краткую историю этой крепости, на которой мы находимся. Она была сооружена в 12 веке при правителе Ахситане I. И в честь победы над врагом. Высота ее составляет 22 метра, что позволяет нам утверждать, что она выше на 7 метров, чем крепость в Романах. Ты, кстати, как? Чувствуешь развитие в высоте? В высоте, ну да, чувствую. Она конкретно выше, просто ту компенсировала то, что она была на холме, на горе. А, возможно. Интересно, на крыше крепости находится голубятник. Вот они прогуливаются по крыше. И, судя по всему, едят траву, которая чуть-чуть здесь выросла. Там находится их домик. Мы на стенах крепости. На фоне у нас мечеть. Какого века? 13 века. По куполу ее видно, что она такая потрепанная, неотюсанная. Да, видимо, она тоже скоро будет подвержена реконструкции. Ну что ж, ночь можно. Она сейчас работает? Да, да, она работает. Мы даже сами видели, когда пришли сюда, как-то заходили люди, снимали обувь перед входом. Теперь из этой крепости не можем выйти. А смотрящий за этой крепостью он оставил нас здесь. И что удивительно, мы даже не знаем номер, чтобы ему позвонить. Ну что, подводим итоги посещения второй крепости. Антон, что можешь сказать? Очень интересно. В принципе, все довольно чисто. Здесь за ней смотрят дядюми Алим. И проход на крышу. А все эти перекрытия внутри здания, они на месте. Крепость по всем параметрам превосходит Романинскую. И стены толще, соответственно, когда ходишь, не так боишься, как в Романахе было. Ну, я от себя добавлю, что да, действительно, Мердокьянская крепость была чем-то лучше, чем Романинская. Но нас ждет впереди еще третья крепость. Вполне вероятно, что она будет еще круче, чем эта Мердокьянская. Да. Она тут недалеко. Буквально 5 минут вы там. Не отключайтесь. Подключайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok